На эту встречу пригласили только представители самых крупных банков в регионе. И судя по тому, что свободных мест не было, не все так плохо в этом секторе, подметил Вениамин Кондратьев. Зато в кредитовании хорошего мало. Рост процентных ставок, объемы поддержки малого и среднего бизнеса сократились почти на четверть. А те деньги, которые банки все-таки выдают, идут в основном в сферу торговли, туда, где их можно побыстрее вернуть. И это главная угроза для экономики региона, считает губернатор. Развивать нужно реальный сектор, в частности, перерабатывающую промышленность. У нас нет другого пути, как кредитовать именно вот это направление, потому что это завтрашний день. А мы сегодня пытаемся заработать на быстром, безусловно. Купи-продай – это очень быстрая сфера. И быстрые деньги, и возвраты их быстрые. Необходимо кредитовать вот тех, кто будет заниматься развитием производства для производства. То есть вот что важно. Нам сегодня надо прекратить быть сырьевым регионом. То есть продавать мясо или продавать пшениц. То есть мы должны продавать уже конечный продукт, все, что можно извлечь из этого сырья. Модель купи-продай как раз и живет за счет того, что есть что продавать. А не будет товара, результата производства или переработки, нечего будет сбывать. И вся система быстрых денег развалится. Поэтому, кредитуя только сферу торговли, легко попасть в экономическую ловушку. Если мы и дальше будем наращивать структуру торговых кредитов, то скоро нечем будет торговать. Нечем торговать будет. Будут одни торговые площадя. Почти за год банки в крае выдали около триллиона рублей. Примерно 45% заемных средств идут на развитие торговой сферы. А вот промышленному сектору остается не больше 16% от кредитного пирога. Даже при таких высоких процентных ставках получить кредит практически невозможно. Банки не хотят рисковать. Они хотят брать на себя ответственность. Они хотят работать с крупными клиентами. Они не хотят идти на работу, в том числе, если брать аграрный сектор с фермерами, где их 300, лучше заключить с одним агрохолдингом. Но в том случае мы угробим сами себя, собственную экономику региона. И о каком-либо развитии говорить не приходится. Надо сбалансировать все. И должны быть и агрохолдинги, но должны быть и фермеры. Должна эта подушка быть, средний класс. То, что у банков не хватает собственных денег, и поэтому они с трудом с ними расстаются в виде кредитов, это не совсем так, по крайней мере, уверены в Сбербанке. Основная причина – высокие риски не вернуть займы обратно. У многих, кто приходит за деньгами, нет залоговой базы, а их проекты нередко утопичны, считают кредиторы. Проблема, с моей точки зрения, она не в финансах, в их отсутствии или в нежелании банков, а в том, что нам нужно по-другому переоценить совместно, переоценить риски. Если будем рассматривать каждый проект как совместный проект банка любого, и администрации, когда администрация даст часть гарантии, часть поручительства, часть залога, или компенсирует часть процентной ставки этому фермеру или этому производителю, вот это будет реальная возможность этот бизнес поднять. Пока же снижение объемов кредитования малого и среднего бизнеса, например, приводит к тому, что товары региональных производителей все реже попадают в продуктовую корзину. Рынок сбыта сужается, окупаемость бизнеса падает, кредиты поэтому не выдают, что называется замкнутый круг. Отчасти помочь разорвать его могут продуктовые элеваторы, которые будут скупать сельхозпродукцию. Подобные проекты способны загрузить сразу несколько смежных отраслей, уверен Вениамин Кондратьев. Экономическим путем выдавить того оператора, который торгует не нашими огурцами, не нашими помидорами, мы его должны выдавить посредством создания своей сети, и тогда на рынке появятся наши операторы, которые будут давать нашу региональную, отечественную продуктовую корзину. А сегодня, к сожалению, другие операторы предоставляют корзину, но не с нашими продуктами. Региону необходима стратегия развития промышленного производства, настаивает Вениамин Кондратьев. Губернатор поручает своим заместителям сформировать список отраслей, где в первую очередь ждут инвестиционного кредитования. Например, планируется создать рестор проектов, нуждающихся в финансировании, и сформировать пул банков и фондов, которые готовы во всем этом участвовать. Александр Иванченко, Алексей Комаров, Дмитрий Ланин, Кубань-24, Краснодар.